Ребят Жёстко Очень жёсткий трек Монеточки про InfoMonk Версу Игра Версу 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 Может я предвзят И субъективен Но нет, по-моему, Влад Пием ебёт так, что дай боже, блядь. И с мотивацией у него всё окей. Кто переживал, что у него не будет мотивации ебашить. И всё такое. Да ладно, не разбирается. А чё, я не смотрел, что действовал. Он рейдж отдал? Я посмотрел раунды Пиема, чуть-чуть рейджа. Я пересмотрю ещё батл, у меня времени мало было. Я посмотрел раунды Пиема, мне очень понравилось, короче. У Enrage я чё-то видел, там, ну, то, что из полной семьи, там, ну, короче, про вес, блядь. Я чё-то решил, что у меня мало времени, и посмотрю-ка я быстренько лучше раунды Пиема. А потом уже и Enrage я посмотрю когда-нибудь. И по раундам Пиема, блядь, мне очень понравилось. Как же он разъёбывает батюшки, блядь, мои. Только от Картал, он чё, стримил, что ли? Крепкая Кока-Кола. Не норм. Салют, салют. Блядь, ну, короче, я вот даже точно по моментам не вспомню, но какой сильный, короче, был кусок у Влада про то, что, типа, с Мокимовом говорит, типа, смотрите западные батлы, а я три года назад к ним шёл субтитры, блядь. Возможно, он не смотрел все батлы Пиема, короче, и он не знает, что его оппоненты в большинстве своём уже всё озвучили про лишний вес. Ты заебёшься чё-то новое придумывать про лишний вес, потому что, ну, реально уже озвучено всё, блядь. Не, не в зелёнке, я в центре города уже, просто тоже немножко деревья есть. Храм на крови. Да, храм на крови, кстати, хотите посмотреть, там царскую семью захуерили, короче, и съели, или что-то в этом роде. Ты микрофон не зажимаешь? Да нет. Про Димасту очень крутой момент, очень крутой, блядь, да-да-да-да-да-да-да. Про Димасту, да, я прямо... Хватит об этом говорить, я посмотреть хочу. Блядь, ты посмотри обязательно, там очень сильный разъёб. Смотрел последний бар, он, наверное, с ним... Да, мужик, мы только о нём, я смотрел только раунды Влада Пиема пока. Ну, куски там смотрел, у Enrage'а некоторые. Сеня там гуляла, ну, тут много Сеня гуляла, я думаю. Сегодня, в смысле, она играла. А, Сеня? Что прикольного в шутках про вес? Возможно, первые пять батлов, что-то прикольное в этих шутках про вес было. А потом уже они заебали, потому что они, блядь... Ну, невозможно... Сука у Пиема батлов, блядь, там, мне кажется, к тридцатке уже идёт, ну, невозможно, блядь... Ну, погодка терпима, но когда вспоминаю, что через два дня лето, блядь... Дерьмо полное, я в пуховике сижу, блядь, смотрите. Я выгляжу, как охранник из совы, блядь, какой-то. По-моему, тоже, ну... Нет, я, опять же, не буду пиздеть, потому что не до конца смотрел раунды энрейджа. Я, конечно, посмотрю их полностью. Ну, я не знаю, чем он может противопоставить там, типа, тому, что Пием говорит. Соломуля. Судей. Да в судях-то я, как-то, знаете, я судейство говорю, опять же, не смотрел. Да я, вроде, как-то не сомневался в них. То есть, вроде, как бы, компетентные должны быть ребята. Шарящие. А кто за кого проголосовал, расскажите мне, мне интересно. Я так понял, Галат, получается, проголосовал за энрейджа, а похоронил, и если там был алфавит, то, получается, проголосовали они за Пиема. Ну, я так понял. Да. Ну, там понятно, типа, что... Не знаю, что Галат, конечно, в энрейджа нашел. Ну, не знаю. Ладно, пиздеть не буду, пока не смотрел, пиздеть не буду, короче. А то это выглядит, как будто я, типа, топлю за Влада Пиема, и даже не глядя нахуй его оппонентов, говорю, что он разъебал. Да, Галат радовался. Ну, видимо, голос престижа, у них же считаются очки, типа... А, наверное, эту систему еще не озвучивали. Ну, короче... Короче, там иногда так будет, короче. Будут так отдавать голоса тем, кто проебал, но проебал не в сухую. Там есть... Спасибо, что помахал. Да. Там специально будут, короче, так отдавать голоса иногда, так что готовьтесь к тому, что первые разы пока... Или это уже там озвучили, но, типа, то, что первые разы... ДСП, по-моему, на стриме говорил. Типа, там будут по очкам считать. То есть каждый голос за тебя это, там, очко какое-то и так далее. Поэтому будут отдавать вот так иногда. И, возможно, если у энрейджа действительно было неплохо, может, ему и стоило один голос отдать, я уж не знаю. Как бы... Потому что, говорю, надо посмотреть. Говорят, что у него... Здорово, Катя. Говорят, что у него там, типа, в третьем, что ли, раунде заебись или что-то. Ну, в каком-то раунде у него, типа, заебись. Вот. Всем машу, блядь, всем. Даже Димао зашел сейчас зачем-то, не знаю зачем. Я ему тоже помахал. Так что, смотрите. Что, у вас мало сегодня? Сегодня стримит кто-то, что ли? Или что, все версию смотрят? Успею, успею, успею. Привет, Екатерина. У тебя денюха, говорят, недавно была. Сколько тебе там стукнуло-то? 18? А, да, кстати, с прошедшим. Или с наступившим. С наступившим, типа. Йоу, йоу, привет, привет, привет. Да, тебе там привет передаются. Соломуля, пацанова. В третьем... А, Макс стримит, ну понятно. Да он вряд ли переживал. Я думаю, что он не переживал там, скорее всего. Там же куча факторов. Вы когда видите, что Батлер забывает текст, это не только от нервов, может быть. Или даже не только от недоученного текста. Это может быть по куче причин. Самочувствие ебаное, не знаю, начал как-то, не знаю, блядь. Бывает, начнешь Роланд свой, собственно, читать. И как-то вот ты его как будто не так начал. И поэтому бывает, что проебы случаются по ритмике, и ты сбиваешься. Или когда ты чуть-чуть не доучил текст, а уже набираешь какой-то эмоциональный такой оборот, блядь, чтобы покричать. А текст, ну ты типа не настолько хорошо заучил текст, чтобы кричать. Это тоже играет роль. Я не знаю, как это объяснить, но это так. Здравствуйте. У меня так с артистом был батл, что я не мог нормально голос повысить, потому что я не доучил текст. Да, влияет, если ты бухнул, например, пол-литра коньяка, ты хуево выступишь, скорее всего, и забудешь нахуй все. Если ты выпил совсем чуть-чуть, например, 50 грамм, то лично мне всегда на пользу шло. Как и у Браги случилось. Вот по поводу случая с Браги, там Галат на судействе, так отметил четко, что в таких случаях надо сразу говорить тайм. Типа, что все, раунд. Если ты уже, блядь, проебываешься долго, это, блядь, просто, ну вообще по впечатлению очень хуево складывается потом. Я думаю, что, ну типа, ПМ, там, он же в первом забыл сейчас, по-моему, тоже. Что же так, надо было сразу раунд и все, типа. Что, пойдем или... Ну можем, можем пойти, не знаю. А ты можешь с Гебой связываться как-то? Хуй, не знаю. Надо спросить, через сколько она будет, потому что если она будет долго, то... Да пока пойдем, типа, посидим, если все на пути. Галат про ногу не понял. Галат рассчитывал на другой панчлайн какой-то. Он не понял отсылку, наверное, к тому, что речь о миксе идет в этой истории всей. Да, вот то, что передерживают, надо сразу... Раунд, похуй, у вас еще там два впереди, ебаный в рот. Возможно, сразу не говорят раунд, потому что думают, что вспомнят. Ну, это... Я тебе могу сказать, что, короче, скорее всего, нет. Ну, то есть, не то, что скорее всего, нет. Короче, вот когда ты видишь, что батл рэпер там какой-то заболевает, бывает текст на буквально, там, две секунды. Для него эти две секунды тянутся в вечность просто, на самом деле. То есть, то, что вам кажется, что он затянул, типа, пока вспоминал, ему казалось, что он еще дольше тянет, чем на самом деле. Вот. И поэтому я даже не знаю. Скорее всего, просто, ну, типа, как-то не привыкли так люди делать. Я бы тоже, наверное, с непривычки... Сеймур или медь? Сеймур или медь. Но, скорее всего, Сеймур выиграет, потому что, ну, типа... Это, опять же, знаете, номинальная хуйня, которая роли не играет. Там, может, любой побеждает любого, поэтому хуй знает. Но я поставил бы на Сеймур, наверное. Сеймур даже банального опыта больше, в принципе. И, как бы, я думаю, что к такому батлу он не подготовится спустя рукава. Тем более, да, дебют на Версусе. Аж в основе, прикиньте. По-моему, сильно. Как говорил Смоке, нужна визуализация. Ну, Смоке много всякого говорил. Там. Да, у них будет батл. Вот именно Пиэма я и глянул, да. Сеймур богинька. Ну, короче, Сеймур, если возьмется... Вы помните батл хороший с Корифеем? Он же хороший, реально выдал батл. И там, наверное, уровень ответственности, он даже ниже, чем вот сейчас будет. Поэтому я думаю, что он подготовится сильнее. Брагета с забытым текстом был лучше Микси. Но это субъективно, наверное... Ну, может быть, короче. Этот батл надо вот пересмотреть тоже. Че, как выебать? Да нормально, Миха. Миха, я тебя Миха назвал. Кошмар, блядь. Че, пойдем? Ну, поэтому надо пересмотреть. Много кто говорит, что Браги, типа, лучше был по итогу. Но я абсолютно уверен, что, по крайней мере, в зале точно там все бы за Микси отдали. Десять раз, блядь. Здорово, электромыш. Михалыч. Ванька. Да. Так что хуй пойми, ребят, на самом-то деле, как оно. В самом деле, зная вот грядущие пары, там намного интереснее, мне кажется, все будет. Салют, салют. Че там, блядь, байкеров-то нет сегодня, нахуй. Пельмени в слезах. Будущие пельмени, блядь. Просто, блядь, блядь. Браги раунды со смыслом были, а вот Микси просто оры пиздеж, который не воплотился в жизнь. Ну, блядь, я вам могу, например, сказать, что Браги тоже, ну, типа, у него обе ноги на месте, ему на самом деле не ампутировали ногу. То есть, если бы об этом. А так, ну, Микси вот этот були-стайл, или как он называется, он подразумевает такие вещи. Браги по тексту очень круто сделал, я в голову смеялся, у Микси-флоу, интересно, и подача, текст на уровне, я разъебу тебя. Пием разъебал, но кричалка голубей с влагом это пиздес, прокричалку тру, да. Там вот, мне кажется, они могут одного пиема оставить, просто уйти все. Так, и че я хотел сказать-то, блядь, по поводу Браги, что ли? По-моему, он запорол немножко флип, ну, как немножко, он запорол флип, и из-за этого у него весь первый раунд почему-то пошел по пизде. Вы видели, публика вообще не реагировала на то, что он говорит. Но это могу с 90% вероятностью сказать, что это последнее такое выступление Браги, то есть сейчас он будет готовиться в 10 раз ответственнее и в 10 раз лучше. Это как бы, блядь, очень вероятно. Да, 100%. Кричалка про голубей, как, мне кажется, это постороннее. Да все, можно под постороннюю приписать, можно хуя отсосать и сказать, что это постороннее, но, типа, ну, не знаю, в общем, я, конечно, не сравниваю это с отсосом, потому что это разные вещи, это не так, ну, типа, кричалка, это не так плохо. Но все равно какое-то сомнительное мероприятие, если честно. А, как дед, который затирает какую-то дичь про птенчика. Ну, блядь, мне заходят такие истории, на слово ИКБ такие истории всегда заходят, там все, блядь, Браги начинают горить, уже все орут. Тут что-то она как-то в тишину, блядь. Ты где, чувак, я, кстати, забыл тебе написать, я в центре сейчас. Блядь, может, нахуй кино вообще что-то есть? Ну, я не знаю, что-то никуда. Ну, кто-то знает. Ну, короче, ладно, сейчас посмотрим. Я в центре, я на плотинке. А это кто? Это Лайбис. ПМ начал ебашить за вас двоих и начал забывать тексты. Ну, это от меня, наверное. Скорее всего, тексты он начал забывать за меня. Ну, к слову, концовка трогательная у него, у меня, правда, тронула. Без шуток, без пастенории. Отпул-два крутой и смешной. А я бы сходил, конечно, на этот, ага, консол уже еще идет. Мы не решили на что двигаться. Мы сейчас еще... Я не одни звездные бойны. Мы со знакомой сейчас встретим. Да, блядь, это там не привязано толком к ним. Это спин-офф там, блядь. Приехал бы Волк, куда приехал. По стенорию, да, пацаны, всем по стенорию. Блядь, как-то даже, короче, ветерок-то такой теплый. Палм-дроп... Я, блядь, ник этого чувака нормально просто прочитать не могу, если честно. У меня какие-то проблемы с этим. Даже не потому, что, возможно, ты сейчас неправильно его написал, но я реально его не могу прочитать правильно. Палм-дропов. Палм-дропов, или... Палм-дропов? Ни-ху-я себе. Зачем так усложнять? Макс стримит в одиночестве. Но он сегодня не звал стримить, слово. То есть, тут я ничего не могу сказать. Ты чё, я мишка? Да, да. Да и сегодня как-то чё, мы там стримили же, когда вчера или когда мы стримили. Ну, короче, мы недавно стримили один хуй. Не, позавчера мы стримили. Часто стримить, это, короче, такое. Только, не знаю, не получается мне постоянно удерживать это настроение. Как-то не выходит. Ну-ка, разрешите Кока-Колу немножечко. Часто и состав. Угу. Как бесят люди с собаками в центре города, если честно. Это просто пиздец. В этом городе реки. Как это все? Ну, давайте помашу. Как там дед? Да в порядке вроде. Ну, посмотрите, чё тут, нихуя не видно будет, наверное. Вон там всякие дома там стоят. Тут вода есть. Вот. Внизу, как вы могли заметить. Ну, вот, наверное, все. Дед, нормально. Гришу не потеряли. Но, кстати, Ваня говорил, вот электромыш, что они там что-то пропали, помещало куда-то. Но, в целом, я думаю, дед нормальный, Браги нормальный. С дедом я переписывал сегодня, по-моему, или вчера. Ну, я с Браги созываю, это тоже? Да. В порядке. А, да вчера. Все с ними хорошо. Блядь, какой-то канализации завоняло здесь. Наша река? Да, вот вода вонючая, пиздец. ЕКБ красиво. Ну, блядь. Смотря с чем сравнивать, конечно. Так, если сравнивать с Пышмой, то он, наверное, да. Все-таки. Гриша тебя зарежет. Ебаный ветер, блядь. Да не, Гриша же сам понимаю. Он бы не переехал из Пышмы, если бы там было достаточно красиво. Очевидно же. Какие еще батлы должны выйти? Есть инсайды у кого-то? Конечно, я могу спросить у кого-нибудь другого, но что-то... Вдруг кто-то знает. Так, а что делать? Гуляли по заброшке, что там делать? Там же, блядь, ужасно. Я там был один раз, отвратительное дерьмо. Был в Казани, да, был в Казани. Охуенный город, очень, очень понравилась Казань. В Казани красиво. Там вот эта пирамида в центре города просто замечательно выглядит. Да. Лучший бар в ЕКБ. Не знаю, тут много баров, на самом деле, хороших и плохих баров дохуя. Сложно сказать. Я не то, чтобы часто по ним гоняю. Блин, ну может... Может быть, знаете, Берри-бар какой-нибудь. Но если не жить в ЕКБ, да, представьте, что это... Вот, типа, вот тут заебись. Вот тут красиво тоже. Норм, норм, там как бы норм. Ну, там дальше норм еще немножко. А потом все. Потом уже начинается окраина и полная залупа. Короче, Killfish, ну да, блядь. Первый раз, когда я зашел в Killfish, я думал, что это какая-то хуйня недостроенная, короче. Ну, первый раз стал единственным. Ну и правильно. Там... Там какое-то пиво димедрольное, блядь. Вот эти все вещи. Смотрел версию, смотрел. Не весь, но смотрел. Буду пересматривать обязательно. Хотя бы ради Роландов, Влада Пиэма. Да сука, ветер вот заебал, если честно. Сколько можно дуть? Вот тут, по-моему, резиденция Путина, короче. Что-то я слышал, что вот она. Или не Путина, я не знаю. Короче, какой-то хуйни резиденция важной. Не знаю, чей именно. Надеюсь, Рэп Перископ сейчас не записывают это все и за мной не придут, блядь, завтра. Никому. Как у Швини. Да. Да в пизду ее, блядь. Че она? Да она как бомж себя ведет, трубками доступно. А, это... А в как-на-ка, не знаю, че она. Ну и все тогда, блядь. Ролмаши, Эльмаши отпиздить всегда. Так, че там, блядь? Подожди, пиздить всегда прорываются довольно приятно. Я не понял суть этого сообщения, но... Я так могу сказать, что, по-моему, сейчас сильно преувеличены слухи насчет Ульмаши, Уралмаши. Я там был. Все там в порядке, я там шелух. Да не, ну это понятно, что неправда. Но я там, короче, был недавно. И там очень много людей выглядят как люди, вот которые... Те могут, блядь, ложкой глаз, нахуй, вытащить за сигарету. Но они все, вместо того, чтобы это сделать, культурно с тобой общаются, подсказывают нам, куда тебе пройти надо, если ты заблудился и все такое. Они просто трезвые. Ну, может, они трезвые. Ну, реально, выглядит чувак как орк, знаете, из Варкрафта, блядь. Или даже из властелина колец, который камни жрал полжизни, блядь. Разговаривает. Да, молодой человек, там, тоси-боси хуй на тросе. ЖБИ, вот на ЖБИ я давно не был, ничего не могу сказать об этом. Я не знаю, мы что-то, видимо, сказали, что ей должно было послышаться. Че? Да я не помню. Ну да, пойдем-то. Не знаю. Она вышла на связь? Йо-йо, всем салют. Блядь, вот так ветер. Пиздец. Вот зачем мы пошли куда-то? По поводу, кстати, на улицу узнают, меня неделю подряд узнают на улице уже, блядь. Что? Да. Ну, из-за, ну, из-за видоса, да, больше, то есть, подходит республика за клип. Че, пойдем, я не знаю, че? Че? Почему мы стоим здесь, блядь? Я не знаю. Пойдем туда, куда-то. Тут вообще продуваются, нахуй мы стоим. Еще какие-то женщины сумасшедшие там кричат. Слушаешь 25.17? Нет, не слушаю, но у Анта охуенная песня «Комната» мне очень понравилась. А так, на постоянной основе не слушаю, потому что мне не нравится, как читает «Бледный». Может, он, конечно, говорит какие-то интересные вещи, но я не могу из-за содержания достучаться до форума, понимаете? А, но я не смотрел «Вьюху дудя», я что-то забил хуй на дудя вообще, потому что, что-то как-то не знаю, интересно, что-то не знаю. Ну и может из-за «Версуса» узнает, кто-то, ну, подходит и говорят, типа, респектуют за клип в основном. Так что хуй пойми, как оно на самом деле. Но самое ужасное, это люди, блядь, которые, ты, короче, ну, на тебя смотрят, смотрят, ты идешь там по своим делам каким-то, ты отходишь, блядь, на 500 метров, и они начинают кричать «Сектор». Это самая нездоровая хуйня, по-моему. Ой, вот там еще красиво, кстати, смотрите. Там фонтаны хуярят, типа, и все такое. Смотрится хотя бы. Ну да, да, вот это норм. Я не помолодел, я просто не стриг голову давно и избавился нахуй от бороды. Ну как, не до конца, но избавился. Да, я посмотрел. Капельки ебаные капли, капли поноса из этой говнотечки, блядь, прямо на лицо, хватит. Которые фоткают незаметно, либо я с ними не встречался, либо они слишком хорошо фоткают незаметно. Привет, бро, какие планы в баттловом плане? Где мы тебя увидим в ближайшее время? Я думаю, что на РБЛ в ближайшее время вы меня увидите. Кого из вашей тусовки с ЛОВ и КБ больше узнают шума? Видите, в чем дело? Шум не так часто ходит там по людным местам сам по себе. Поэтому, наверное, ну его не так часто узнают. Я ставлю на Гришу, короче, что Гришу чаще всех узнают. Но Гришу, блядь, ну, ладно, пойдем там. Гришу всегда узнают в самый неподходящий момент, когда он куда-то опаздывает. И все такое. Я прям помню, мы с ним бежали на самолет из Москвы. Опаздывали. Его чувак прям за руку схватил, говорит, давай сфоткаемся, пожалуйста. На РБЛ какого числа будешь? Скоро будет, короче, там будут все афиши. Что-то я не помню. Меня то ли просили пока по оппоненту не говорить, то ли вообще ни хуя не говорить. Не, не отказываю сфоткаться, в чем проблема-то. Я типа социоблядь, никаких проблем. Что тут пока упадем? Ааа, сука. Йоу, йоу, йоу. Приду посмотреть на тебя. Ну, скоро будет инфа вся по поводу того, когда, где и как. Поддерживай морально Влада, а то ему придется еще очень долго там. Я, ну, я это делаю на самом деле. Ну, то есть, как бы, разумеется, в тех рамках, в которых могу это делать. Прогли на свой самолет, ну, да. Да, я все-таки уберу. Бумажный. Да Влада не нужно морально поддерживать. Он, на самом деле, достаточно сильный человек в плане вот этого вот. Так что я думаю, что он, ну, справится. Да, ребят, видел батл, видел. В коле виски, да, с чего бы там. Как-то не угадал. Да. Мне не нужно покупать алкоголь. Я беру кока-колу, короче, выливаю половинку и под дождь ставлю на пару дней. И там посмотрим, что накапает. Ты уже говорил свое мнение по поводу этого батла? Да, говорил. Я на слое постеснялась подойти в конце июня будете на ивенте. Да, буду. Мы будем... Там будет, короче, лайф-тусовка, где мы будем треки читать. И я там обязательно буду. Она будет после? Она будет после, но я и на основном ивенте, я и на червивой ноге буду, короче. Так что стесняться подходить, это такое себе, потому что я достаточно общительный человек. Ну, типа я норм, короче. Да, но я тоже думаю, что Влад разъебал. Я не думаю, ну, не могу себе представить, что там Влада разъебали. Что там ЗБ пропивает донаты, а что? Не понял вопрос. А, ну, в смысле, что с ним сейчас происходит? Не знаю, я с ним не так давно по телефону разговаривал, он не сказал бы, что он пьяный или что-то в этом роде. Что за ивент в конце июня? В конце июня афишу я репостну сегодня, короче, если не забуду. В конце июня будет ивент, слово ИКБ. Там будут батлы наши, вся хуйня. Человеки из Новосиба приедут в баттлиться. Чего-то человека три, наверное. И в конце там будет шум читать рэп. Я чуть-чуть почитаю. Эти сто процентов почитаем. Почему ЗБ стримы не делают? Ну, ребят, это же, типа, тоже надо понимать, что это, короче, энергия тратится кое-какая. Это кажется, что это пиздец как легко, но ЗБ стримы-то ведет не так, как я сейчас с вами пизжу. Он же старается, то есть реально, чтобы удерживать внимание, чтобы это интересно было. Чтобы, типа, контент был подходящий для этого. Поэтому я думаю, что он немножко отдыхает пока. И я думаю, он имеет право там пока отдохнуть. Я очень надеюсь, что смогу на ивент. Ну, типа, делов-то на самом деле хуйня. Попасть на него. Тоже надеюсь, что смогу. А что там по поводу провода? Мне кажется, скоро садиться начнет уже. А, посмотрите. Нельзя посмотреть. Сейчас я посмотрю. А, был видос, где мы танцевали с шумом на съемках клипа, короче, его. Но под Timberlake, по-моему. Под Дашей. Что там по деньгам на клип на батю? Ну, все окей. Они, типа, я ни копеечки не притронулся. Типа, они там ожидают своего часа. Так, что там? Давно с Дипом общался. Ну, да, так-то давно уже. Не знаешь, блядь, не всплывая. Не знаешь история о мовца про трансформаторную ешки? True story. Да, я не думаю. Ну, скорее всего, это художественное преувеличение какой-то реальной трошатинки. Но в Москве не будешь в обозримом будущем батлить. Хотел бы вживую на тебя глянуть. Ну, пока нет. То есть, у меня на лето, в принципе, планы, как бы, уже есть. Поэтому до сентября точно нет. Сколько билет у вас стоит? Вот, блядь, ну, вот если пишут 250 рублей, то 250 рублей. Я не помню, честно, сколько стоит билет. Когда шум из анабиоза выйдет, а шум в анабиозе, не в буревую, вопрос. Типа, это то, что он материал не выпускает? Или о чем? А как же 100%? Ну, нет, короче, будет еще материал от шума 100%. У него два клипа точно выйдет. Да, два клипа, три клипа, если считать, еще один, да. На который деньги собирали. А, ну да. Типа, шум работает над своим каким-то релизом, короче. Над каким именно я не могу вам дать информации, потому что я ее просто не знаю. Йоу, вечер, салют. Короче, поэтому просто ждите, шум работает над этим всем дерьмом. И я думаю, что как только у него будет возможность, он его дропнет. Когда в Питере будешь есть варик с тобой потусить, побухать, или ты ноунеймов, сторонишься в этом плане. Я не сторонюсь ноунеймов, короче, проблема в другом. Я буду в Питере три дня, и у меня там вот столько людей, с кем мне нужно увидеться, то есть с кем я уже договорился, обязательно увидеться, что у меня просто времени не останется. Димао в рэп не собирается снова, собирается. Так что я просто не успею. Мне надо там с Ладом Пиемом побухать, не знаю, пообщаться. С Антоном Забе, еще с определенным рядом людей. А Пием не перебрался? Нет, Пием не перебрался. И поэтому просто, скорее всего, нет, потому что, блядь, ну некогда. Я мало там буду. Три дня в Питере, короче, это вообще нисколько, по факту. То есть, сколько раз я приезжал на РБЛ, я Питер посмотрел один раз, когда приехал на финал, и то я там был неделю, блядь. Я посмотрел Питер, я прогулялся один раз по Питеру, и все, блядь. С повелиной. Ну, так. Так, не зря про иллюминатов, Саня, когда он читал, видно, какой Димон загадочный. Но он такой, типа, в этом плане. Немножко менее, наверное, общительный, чем я. Когда новые подгоны? Новые подгоны охуеть как скоро, как выясняется, очень скоро. Поэтому нужно чуть-чуть проявить терпение. Я думаю, что я где-то об этом скажу чуть попозже. Пока, я не уверен. Здорово, всем здорово. Пока это только задумалось буквально сегодня, но... Я думаю, что все скоро реализуется. Потому что, в принципе, это простенько. Что-то, кола еще осталась. Еще гепы говори. На РБ уже на Изи пройти. Изи пройти, имеешь в виду, посмотреть. Если посмотреть, то там продаются билеты. Как бы, так же, как и слово. На какой финал ставишь на Версусе? Так, да, там по билетам. Сейчас скажу про Версус. Димон под кроватью, которому ты перережешь горло. Ждать. Димон под кроватью. А, это да, кстати, это ждать. Да, 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 ждать, точно. Я доделаю этот трек еще. Я решил его доделать. Поэтому, да, точно ждать. Я сделаю это. Жду Батина на выпускном. Батина на выпускном тоже будет. На финал Версуса, короче, я думаю, что там точно будет Влад Пиэм. И, блядь, вот Микси. Ну, вот Микси вряд ли. Я думаю, что... Ну, Микси, блин, он все равно начинающий, короче. В плане турнирок у тех, кто сразу, кого сразу начинает хвалить, у них потом могут проблемы возникать в связи с... Ну, не знаю, ну, со всеми так. Кто сразу хорошо выступает по общему мнению какому-то, начинает дальше экспериментировать и скатываться. Потому что так или иначе он делает ошибки. Ну, никуда не деться от этого. Поэтому с Микси я не могу сказать. Я думаю, что там будет Влад Пиэм, потому что он прекрасно знает, как себя вести в турнирках. У него, в принципе, высокий уровень. Я думаю, что там есть шанс вполне оказаться у Парагрина или Браги. Это не потому, что это плюсы своих, а потому, что, ну, типа, они, короче... Ну, вот Баби, кстати, да, если он продолжил хорошо баттить, я не знаю, как он на первом этапе выступил. Если он продолжил, у него тоже все шансы есть, потому что на отборе он хорошо очень выступил. Ну, и да, загадывать толку-то. То есть я сейчас пиздану, там, вот, окажется, да, вот, то, что мужик вот пишет в конце. Финал, да, или не мужик, не знаю, у тебя никнейм такой, что хуй знает. Каковы шансы деда на Версусе? На самом деле достаточно большие. Потому что Гриша, короче, как он объяснить-то, блядь? Он очень подошел под формат, короче, он вклинился в формат хорошо именно. Мужек. Сойер, ну, я не знаю насчет Сойера, я, конечно, на него тоже надеюсь, что он себя хорошо покажет, но я не думаю, что он, типа, выиграет, например, я не думаю. Хотя, ну, буду только рад, если выиграет Сойер, я порадуюсь за него, потому что с этой стороны будет выебано вообще все подряд. Вот, как бы, чувак такой взял, просто раз вышел, первый раз почитал рэп, и все, и разъебал, ну, как бы. Люблю неожиданные иногда такие вещи, как бы. Но, конечно, топлю из-за своих пацанов, по большей части. Йо, привет. Вживую, так столько было вариантов. Гриша батлел на слово ИКБ. Смотрели BPM-овца, кстати, нет еще, говорят, что пиздатый. Говорят, пиздатый, я хочу посмотреть, там, говорят, даже под хоусец был. Там под хоусец был раунд? Я не видел, я не видел, что посмотрели. Скажи, обнял, обнял. Все, это вырезка, в чате. Да на здоровье. Хочется, завырезайтесь. Короче, смотрел батлл БМ-а, ребят, да, вот, браунды БМ-а смотрел, да. Гриша хорошо вживую выступает. Кстати, вживую он, ну, приятнее, чем на видео, намного. Ну, типа, меня не пиарит Рейд Перископ, давай уж так. А по поводу того, что мало людей смотрит. Не знаю, может, время такое. Обычно побольше заходит, действительно, сегодня что-то мало. Старый билет. Покеш бога. Что? Билет. Вот. Второй раунд неплохой. Если ты про ПМ-а, у него все раунды неплохие. Покеш бога. А, я даже не понял. 16.03. Это, наверное, название бара пиздатого кого-то, да. Ну, блядь. Трудно дотянуть. Ты че, поможешь мне с этой племени? Ладно, я сам. Слово ИКБ, да. Че ты говоришь? Открыть не могу, блядь. Уже могу. Там, блядь, ты охуенный, короче. Ну. Ой, мужик, я так ненавижу вопросы про топ батлеров. У меня есть любимые батлеры, за которыми мне интереснее смотреть. Это не говорит о том, что они самые сильные, там, блядь, и всех выебут. Но топ, например, людей, которых я видел, вот, которых я включу точно, блядь. Это Пьем, это там, ну, СИКБ ребята какие-то. Как подкатить Димау? Ну, не знаю, в личку напиши ему. Мовец похоронил, короче, Сеймур. Кто еще? Дипексенс. Ну, еще ряд людей, короче, я даже заебусь перечислять. Ждем момент, когда Гриша Паргрин приезжает на Мерседесе в Башму в бар 16.3. С надписью НЛ. Что думаешь по поводу МС всех МС? Если этот парень не перегорит, короче, то он очень далеко пойдет, как по мне, потому что он... Ну, он крут, объективно он крут. Даже я не буду сейчас говорить эту дурацкую фразу для своего возраста, но он крут сам по себе. То есть даже в отрыве от того, что ему там 14 лет, он крут. Вот, и я как бы смотрел батл Мовца, понятно, что Мовец там победил. Но, блядь, МС всех МС был весьма неплох на фоне Мовца, а это тоже надо уметь, короче. Ясен хуй, там по напору проебываешь Мовцу. Мовца очень тяжело вот по напору, как бы, блядь, как-то вот победить. У Картава вот получилось еще как-то. Ну, потому что Картава и сам такой человек напористый достаточно. А так вообще достаточно трудно. А ты, кстати, с Мироши лично базарил. Ну, мы после батла, как бы, как базарил. Не знаю, он сказал респект, я сказал респект, все. НЛ, респект, безусловно, безусловно. НРЖ-диет, вся хуйня. Не покупайте эту хуйню ни в коем случае, блядь, если вы в здравом уме. Вот. Ну, вот главное мы обсудили, как бы. Хочешь НРЖ-диет? Да, давай, немножечко НРЖ-диет. Блядь. Как будто Кока-Кола с коньяком выпил. Так, слушаешь Нойзу, у него хип-хопера выходит. Давно не слушал Нойзу, у меня как-то пропал, пропал, короче, интерес почему-то к Нойзу. Я не знаю, с чем это связано. Но это так. Щегол, да, по кайфу ему хули, он ничего не понимает, блядь. Метеорит завтра упадет, он даже не поймет, сдохнет. Кто-то отправляет запрос на совместный эфир. Но я, наверное, не буду принимать, да? Или что, блядь? А, наверное, трансляция по пизде пойдет, короче. Кого слушаешь чаще всего? Сейчас репичу трек постмоловано, короче, как он называется? Ты помнишь? Какой из Better Now, по-моему. А, да. Да, вот сейчас его репичу реально. Но, да да хуя всего слушаю, всякую хуйню. Ты выглядишь моложе своего батя. Ну, если серьезно отвечать на этот вопрос, то да. Конечно же моложе, значительно. Надо сигаретку закурить, ёпта. Ходи, я не видел твоего батя. Не видел моего батя? Ну, мы похожи с ним, кстати. Когда батлы? Через месяц состоится мой батл. И два дня. Ну, месяца два дня. Будешь батлить, но ты пока нет. Пока не интересно совсем. Сорян, неинтересно. Я уже до хуя раз отвечал на вопрос про биты. Кто самый богатый, известный тебе батл рэпер? Вопрос тупой, но мне интересно. Ну, почему тупой? Вообще-то интересный вопрос. Ксимирон. Мне кажется, Ксимирон как бы самый богатый, да. Но я его особо-то не воспринимаю, типа, как прям батл рэпера, да. Он скорее как бы музыкант. Тоже самый богатый-то. Кого ты знаешь? За Б из-за стримов. За Б. Ну, не знаю. Если честно, я... Когда в этой тусовке вертишься, короче, мне, короче, неинтересно, у кого какое благосостояние. Вот честно. Я поэтому не могу тебе сказать. Сейчас Микси прибежит. Куда прибежит? В Екатеринбург? Ты вырос в ЕКБ? Вопрос это. Да, я вырос в ЕКБ. У пары паспорт на бухло спрашивают? Да, наверняка, кстати. Я вот не помню, застал я такие разы или нет, но, скорее всего, да, это бывает. Страшивает. Че родители говорят про батл? Да ничего. Че? На Ютубе смотришь кого-нибудь, чтобы досуг скрасить? Смотрю Трэш Смэш. Смотрю... Рэп Перископ. Не, сейчас я скажу, как же канал называется. Утопия Шоу, по-моему, или как-то так. Михаила Лидина смотрю. Ну, короче, на Учпоп смотрю, интересная хуйня. За Б лям задонатили, вон теперь хасло. Так пол ляма же. Какой лям-то? Так... А, еще Сайенс есть какой-то. Я, типа, не ебать там умник-ученый. Просто там люди, ну, харизматичные, рассказывают какую-то научную популистику. Ой, научную популистику, ебта, как это? Научпоп, короче, вот этот. И интересно, смотрите, все такое. Кто лучший батлер на Западе? Я не знаю, я попс в этом плане, поэтому, может, сейчас там дохуя кто лучший. ПЦТ, но пока, наверное, ПЦТ самый такой. Че умеешь еще, кроме батлов? Ну, братан. Перечислять заебудь. Послушал монеточку. Сегодня вот мне Димао включил песню, которая называется «Нимфоманка». Охуительная песня, очень круто. Что думаешь про Дизастера? Ну, это легенда батл-рэпа в любом случае, как бы там ни было. Последние батлы свои он, ну, подсливает третий раунд и что-то совсем. Но у него их было уже, блядь, хуй знает сколько. Конечно, мне нравится Дизастер. Я все равно пересматриваю старые его батлы. Что думаешь про 140 BPM? Ну, лучшая площадка в плане на битах, вот батлы и все такое. Я не знаю, где лучше делать батлы на битах, чем на 140 BPM. Нет, я не согласен с Окси, что с Запада нужно перенимать все, потому что на Западе тоже ошибаются. Там тоже батлят люди, иногда тоже делают хуйню, короче. Поэтому я не думаю, что везде, если ты откуда-то хочешь что-то заимствовать, нужно заимствовать лучше. Какой смысл заимствовать косяки? А на Западе есть BPM? Там есть грамм-клэши, да, охуенные. У Монеточки новая песня каждый раз. По-английски спит? Ну, нет, так себе по-английски. Каждый раз охуенная тоже, да. Она, по-моему, у Ургенка. Федор Пискоструев обозревает станции. А, станции, короче, этого, блядь, как называется? Электричек-то всяких, блядь, говорят, очень смешная хуйня. Привет, привет. Я видел где-то про станции по этим. Есть чувак еще, который снимает видосы, типа, объясняю на пальцах, типа. И он снимает свои пальцы, и там какую-нибудь ситуацию рассказывает, и просто пальцами так делает на камеру, и все. Там больше, кроме его пальцев, нихуя нет в видео. Будешь баттлить с медью? А с чего бы мне баттлить с медью? У меня нету каких-то... Ну, вообще нету каких-то предпосылок к такому батлу. Я недавно был у них на стриме, типа, нормально пообщались вроде, и все такое. Как тебе СП? Ну, такое. Мне очень нравится. Так. Как смотреть западные баттлы с хуем английским? Подскажи лайфхак, брат, субтитры и дохуя субтитры. Ну, не дохуя, но много хороших... Все равно на тот момент люди старались перевести лучшие баттлы, и много хороших баттлов есть с субтитрами. Где побывал, кроме России? Нигде. Со всеми, кроме Дипа. Ну да, он готов со всеми... Да нет, со мной... Мы сегодня в шутку на стриме у PM об этом разговаривали. Он зашел на стрим PM, и типа, он написал, что со мной он будет баттлить сразу после Дипа. Я думаю, вы понимаете, что значит этот ответ по этому. Да и я не особо стремлюсь с ним баттлить, как бы. О чем мне с ним разговаривать? Вернее, о чем мне с ним... Че мне с ним делить, типа, вот. Как бы. Я вряд ли скажу больше, чем Сеймур, в этом смысле. Пепел, ебаный. А, все окей, все окей. Наверное, кажется, что Екатеринбург находится в одном большом лесу, блядь. Судя по локациям, в которых мы сидим, типа, он просто связывает, реально... Кто поведел, по-твоему, хайд или чейни? У нас целый стрим был этому посвящен, мы смотрели баттл этот заново. Ну, хайд, я за хайда, короче, в этом плане. То есть, меня убедил хайд в той ситуации. Сеймур будет баттлить, да, с медиа. Ну, уже все знают, камон, там. Когда баттл с Дизвилсом? А с чего мне баттлить с Дизвилсом? Что за вопросы? Смотрел Дэдпул 2. К сожалению, все еще не смотрел Дэдпул 2. Я хочу посмотреть Дэдпул 2. Ой, фу. Но что-то пока проебываюсь. Радиции умереть в ИКБ, вот что важно. Да нет, что-то не хочу умирать в ИКБ. Вы опять в роще сидите? Нет, мы на этот раз сидим в центре города уже. Ну, вернее, ближе, наверное, к центру города. Вот тут всякая хуйня, там огоньки, блядь, тут мусорка есть. Ну, вот, нормально, короче. Спасибо за милую голосовуху на стриме Пьемыча. Так, а что бы нет, ебута? Сеймур или медь кто кого выебет? Надеюсь на хороший баттл, но скорее Сеймур, наверное. Светом кинчики хорошие. О, здорово. Эй, далеко идем, блядь. Я думала бы там, привет. Блядь, кинчики хорошие, не знаю. Блядь, считается, что есть. Что-то здорово. Нет, у тебя не пьется? Да нет. Да, нет. Да хуя классных фильмов, пацаны, не знаю. Сережа Сотников, рейпер по моему... Да, может быть, может быть. Я надеюсь, что он, типа, прям... Короче, соберется и начнет еще сильнее ебашить. Прикиньте, он РБЛ выиграет вообще, охуенно же будет. Ночные прогулки, да. Ночные прогулки это жестко. А вы знакомы, по-моему. Привет. Да? Это Толя пишет, короче, Теодорович. О, привет ему. Да, надо показать тебе, наверное, да? Нет. Да, вы знакомы, как я слышал. Я слышал. Что ты можешь заснять? Ой, нет. Зачем? Такой интересный вообще собеседник. И для прогулки тоже супер. Да? Так мы же не гуляем. Что вы делаете? Мы сидим, просто кайфуем от души, от сердца, блядь. Есть же. Толя, я тебя по фамилии не привык называть просто. Кого ждешь в финале ФБ? Жду ПМа и еще кого-то с ЕКБ. Как? Чего вы делаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Потому что что-то я заебался Мы уже сколько пиздим, блять Летая, не знаю Пока не вкурил прикола, летая Но что-то все говорят, что он крутой Может действительно, я чуть не шарю Так, а что ты уже Что-то сделал сюда? Нихуя Вот кто? Давай похуй Ладно, давайте Хочешь совместный эфир, братан, давай Мне вообще похуй Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok